Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная! 5 рецептов, избавляющих от подагры Подагра – болезнь неправильного образа жизни В борьбе за силем пуринов в организме большим подспорьем служат рецепты народной медицины. Простейшее средство – яблочный взвар, который готовят из порезанных 4-5 неочищенных яблок, кипевших примерно 10 минут в литре воды. Можно и просто добавить в чай несколько яблочных ломтиков. Научное название сныти – подагрария. Свидетельство использования этого замечательного сорняка против суставных проблем с давних пор. Пару столовых ложек цветков сныти, залитых стаканом кипятка, выдерживают на водяной бане 15 минут. Доливают до первоначального объема и пьют в течение дня. Хорошо растворяют соли и мочевой кислоты и другие травяные чаи. Чай из череды Настоянная до золотистого цвета 1 чайная ложка сырья, залитого стаканом кипятка, который принимает по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. 1 столовую ложку смеси спорыша, полевого хвоща, толокнянки, сабельника болотного 1 к 1, залитую стаканом кипятка, выдержать 15 минут на водяной бане и настоять 45 минут. Пить по 2 глотка 3-жды в день. Хранить в холодильнике. 2 столовые ложки смеси листьев земляники, нежевики, костяники. 4 к 3 к 3. Залить 1 литром крутого кипятка и настаивать 10-15 минут. Пить по стакану 3-жды в день 1 месяц. 2 столовые ложки смеси кукурузных рылиц, листьев одуванчика, мяты и шалфея, травы тысячелистника, корня или травы цикория, петрушки, коры крушины, поровну. Залить 2 стаканами кипятка, настаивать 30-40 минут. Пить по 1 трети стакана 3-жды в день. Курс месяц. Желтые лимоны 1 кг залить кипятком на 5 минут. Разрезать, пропустить через мясорубку и сложить с 1 кг сахара в стеклянную банку. Принимать 3-жды в день по 1 чайной ложке смеси, разведя стаканом воды и добавив 1-4 чайной ложки соды. Держать в холодильнике. Алкоголь, много мяса, копченостей и жирной рыбы – это гибельный рацион для подагрика. Краснолицего здоровяка, весьма плотного телосложения, чревоугодника, большого любителя застолья, поклонника пивных возлияний и спиртного. Именно из-за склонностей подобных кушателей к перееданию окрестили подагру болезнью королей, считая признаком исключительности их дурную привычку. Действительно, среди жертв болезни и изобилия много весьма темпераментных и энергичных знаменитостей. Александр Македонский, Иван Грозный, Петр Первый, Александр Пушкин, а также Колумб, Ньютон, Чарльз Дарвин. Однако, не случайно наследственное суставное заболевание почему-то обходит стороной людей, чьи старшие родственники были подагриками. Избежать участи своих больных предшественников помогает активный образ жизни и, прежде всего, правильно подобранная еда без излишеств. Без диеты выздоровления не произойдет, хотя это мера временная. Через год-два рационального питания ограничения можно отменить, но для лечения подагры они просто необходимы, поскольку пурины мы получаем главным образом с пищей. Потому и избавиться от перегрузки организма солями мочевой кислоты следует, изъяв производящие их пуриновые продукты и алкоголь, особенно вино и пиво. Диета – основное лекарство для лечения гиперурикемии. Конечно, при сочетании с гипертонией, ожирением, ишемией, прежде всего, нужна базисная терапия основных заболеваний. Но при этом борьба с началом подагры вовсе не исключается. Только вот отказаться на год-два от любимых блюд и спиртного, вызывающих нарушение обмена веществ, чревоугодникам и мясоедам никак не хочется. Лишний вес и малоподвижный образ жизни – отличный задел для пополнения армии жертв королевской болезни – монархов, пиратов, аристократов и их знатных последователей. Не хотите попасть в компанию с ними? Воспользуйтесь для рациона рекомендуемым перечнем. Картофель, крупы, макаронные изделия, отварные мясо, рыба, индейка, кролик, обезжиренное молоко, творог и сыр, яблоки зеленого цвета, морковь, свекла, огурцы, тыква, капуста белокочанная, арбузы, лимоны, лук, чеснок, хлеб, 1-2 яйца в неделю, зеленый чай, укроп, растительные масла. Растворимость мочевой кислоты существенно снижается при уменьшении pH мочи, то есть при увеличении ее кислотности. Поэтому необходимо ограничивать потребление закисляющих в мочу вина, кваса, кислых соков, кисломолочных и некоторых растительных продуктов – щавеля, брокколи и цветной капусты, бобовых, квашеных овощей. Кислые продукты образуются и при голодании, поэтому с осторожностью следует относиться к очищению голоданием. Способствуют выведению солей и мочевой кислоты баклажана, ягоды брусники и черники, смородины, вишни. При отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы и почек необходимо употреблять больше жидкости – 2-2,5 литра в день. Поскольку растворимость уратов зависит от их концентрации, уменьшить ее склонным к подагрим людям можно, увеличив количество потребляемой жидкости до 40 мл на 1 кг веса. Наиболее полезны отвар шиповника, мятный липовый чай, молоко, соки без сахара. Для ощелачивания мочи и растворения мочевых солей хороши минеральные воды Боржоми, Славянская, Смирновская и Синтуки-17. А вот злоупотребление алкоголем, чреватое сужением сосудов, может провоцировать накопление в суставах кислот, да и почки будут хуже работать. Представьте себе 60-летнюю женщину, которая била пороги многих врачебных кабинетов в поисках причины суставных болей, пока однажды не разговаривала с терапевтом. Успешная переводчица, пациентка много времени проводила за компьютером, то есть вела малоподвижный образ жизни, а по воскресным дням у нее частенько собирались друзья. Хлебосольная хозяйка, она почивала гостей и сама любила выпить красного вина. Результатом этих застолий неизменно и бывало обострение суставных болей. Не знала страдалица, что красное вино и коньяк запрещены кандидатам в подагрике. Наконец, женщине стали известны многие запреты. В перечне противопоказаний море и субпродукты, копчености, колбаса, консервы, майонез, сдоба, маргарин, жирные торты. Огромное количество пуринов находится в кельке, сардинах, сельде, шпротах и икре. Если к накоплению мочевой кислоты есть наследственная предрасположенность, то сокращать придется не только мясо, но и рыбные продукты. Надо будет забыть о борще и ухе. Рыбу и мясо следует отваривать, а богатые свободными пуринами наваристые бульоны, так же как крепкий чай и кофе, исключить. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Продолжение следует...